Друзья, привет! Надеюсь вы любите эксперименты. Если да, то это видео вам понравится. Речь пойдет об ольховых шишках в аквариуме. Наверно практически каждый ольховыми слышал о положительном влиянии ольховых шишек на качество воды. Может быть среди вас есть и те, кто использует ольховые шишки в своем аквариуме. Пересмотрев десяток видео на эту тему, меня немного начал подташнивать от мифов и домыслов. Аквариумисты рассказывают об ольховых шишках, как чуть ли не о магическом ингредиенте, который даже при сборе требует особых условий. Типа времени года или высоту произрастания ольхи над уровнем моря. Я не шучу, над уровнем моря. Это как про виноград и дорогие французские вины. Благо еще не было информации, какие девушки должны собирать эти шишки и на какой фазе должна находиться луна в этот момент. Все это мне кажется ерундой и байками родатых аквариумистов. Для своего эксперимента я буду использовать обычные тесты для воды, время и метод наблюдения. Мне интересно, как влияют ольховые шишки на основные параметры воды, такие как жесткость, кислотность и азотные соединения. Я не могу подтвердить или опровергнуть наличие в ольховых шишках дубильных и гуминовых веществ, танина, алкалоидов или антиоксидантов. Уверен на 100%, что шишки ольхи оказывают положительный эффект на воду в аквариуме. Некоторые производители, такие как серый денерли, продают ольховые шишки под своим брендом. Они утверждают, что шишки в аквариуме встают в так называемую черную терапическую воду, которая поддерживает естественное поведение рыб и провоцирует их к нересту. Да, и еще убивает инфекции грибки и благоприятно влияет на сохранность икры и слизистых у рыб. Производители серые рекомендуют дозировку одну шишку на каждые 10 литров аквариумной воды. Для лечения заболеваний дозировка увеличивается до одной шишки на каждый литр воды. И самое главное, серый утверждает, что ольховые шишки являются природным способом снижения паш в воде, то есть снижает щелочность. И вот это утверждение мы будем с вами проверять. У любого аквариумиста есть три варианта приобрести ольховые шишки в свой арсенал. Это купить в зоомагазине, например от таких производителей как серый либо денерли. Правда, цена вас не порадует. Дешевый вариант приобрести ольховые шишки в аптеке, где они стоят в разы меньше. Или мой вариант – отправиться в лес и собрать их самостоятельно. Я живу в Москве, в районе Кузьминки. И рядом с моим домом находится огромный парк, в котором даже обитают лисы. И еще есть большой пруд, по берегам которого произрастает два вида ольхи – это серый и черный вид. Из видео бородатых аквариумистов я понял, что идеальный вариант для аквариума – это шишки черной ольхи. Но запутался с внешним видом листьев и в итоге набрал шишки серой ольхи. Думаю, особой разницы нет, но на всякий случай для вас, серая ольха имеет заостренные листья, а у черной ольхи листья на концах тупые или с небольшой выемкой. Шишки для эксперимента я набирал с земли, из сухих веток. Шишки не зеленые, а засохшие коричневые, и возможно прошлогодние, но не раздавленные. Также для полноты эксперимента я взял немного коры со ствола дерева. В тот момент, когда я набирал шишки в зип пакет и ковырялся в опавших листьях, на меня смотрели проходящие люди. Наверное они думали, что это арчок в поисках закладки. Честно, неприятное ощущение. А было бы смешно, если бы я обыскала полиция и нашла в моем резаке всем известные пакетики, но с шишками и корой. Думаю, я бы долго объяснял, что это и зачем. Далее, задача стала очистить шишки от веток и промыть. Для очистки хорошо подходят обычные ножницы, так как оторвать ветки от шишек достаточно трудоемкий процесс. После очистки от веток, я промыл половину шишек теплой проточной водой, а другую ошпарил кипятком для из-за инфекции, и оставив все это в пластиковых мисках сушиться на сутки. По поводу мыть под краном или ошпаривать кипятком, тут тоже много споров, но в дальнейшем вы увидите в чем разница. Да начнется эксперимент. У нас есть 4 стеклянные емкости, объем по 200 миллилитров. Далее, мы имеем ольховые шишки, ошпаренные кипятком, шишки промытые водой и корой ольхии, а также обычную московскую водопроводную воду и набор тестов от отечественного производителя Нилпа. Обратите внимание на внешний вид ошпаренных шишек, ощущение, что кипток высвободил сок или смолу, который застыл на шишках и еще они потемнели, относительно тех, которые я просто промыл под краном. Хочу напомнить, что все шишки с одного дерева и кора тоже. Далее, мы загружаем шишки в емкость по 20 штук в каждую и кору несколько кусков в третью емкость. В четвертую емкость мы заливаем водопроводную воду и в дальнейшем измерим ее параметры тестами. Да, концентрация шишек на объем воды действительно большая. Одна шишка на 20 мл воды. Изначально я планировал настаивать шишки в воде в течении 10 дней, но боялся, что за этот период они никак себя не проявят и не повлияют на свойства воды. Хорошо, загружаем емкость шишками и заливаем все это обычной водой с крана. Первым мы заливаем шишки, которые промыты водой с крана и сразу увидим изменение цвета. Скорее всего это те самые дубильные вещества. И еще, как мы видим, какая-то часть шишек сплыла вверх. Далее, заливаем водой ошпаренные шишки и сразу видим разницу в цвете. Скорее всего кипяток высвободил из шишек больше количества дубильных веществ. И еще, практически все шишки утонули сразу. Заливаем водой кору ольхи. Тут особо сюрпризов не ожидалось, кора сплыла из своей пористости и не окрасила воду. Кстати, кору я промыл тоже под проточной водой из крана. И в четвертую емкость я заливаю просто воду из крана, от параметров которой мы будем отталкиваться в дальнейшем. Ну вот такая у нас получается картина. Четыре емкости. Первая емкость это ошпаренные шишки. Вторая емкость это шишки промытые проточной водой. Третья это кора ольхи. И четвертая емкость просто вода из-под крана. И чтобы не спутать емкости с шишками, я сделал небольшие пометки на крышке. H. Это у нас ошпаренные шишки. Буква С. Соответственно шишки промыты водой. Подписываем дату. У нас сегодня 30 июня и оставляем все это дело на 10 дней. И последний момент. Мы измерим параметр водопроводной воды, которую мы залили нашей шишкой и кору. И оставим ее как образец в четвертой емкости тоже на 10 дней. Мы измерили водопроводную воду на 6 параметров. PH. Кислотность и щелочность воды. Показатель 7,5. Наша вода средней кислотности. GH. Это параметр основной жесткости воды. Показатель 10. Наша вода имеет среднюю жесткость. KH. Это карбонатная жесткость, которая является буфером липо-H. Показатель 8. NH3 и NH4. Это первичное азотное соединение аммони и аммиак. Показатель 0. NO2. Это нитриты. Это вторичное азотное соединение. Показатель 0. NO3. Конечное соединение азота тоже по нулям. Закрываем наши банки и оставляем на 10 дней. Сегодня 16 июля. Вместо 10 дней наши настойки проставили 16 дней. В обычных условиях при комнатной температуре. Как мы видим цвет воды изменился в более темную сторону. Визуально теперь не отличить, в какой емкость ошпаренные шишки, а в какой просто промытые. Да, и кора тоже дала свои оттенки в воде. Не будем произносить слух, на что это похоже. Давайте откроем баночки и посмотрим что у нас внутри. Как мы видим на поверхности воды в емкости с промытыми шишками образовалась плесень и не все шишки утонули за 16 дней. А в емкости с ошпаренными шишками такого нет и все шишки утонули. Скорее всего это связано, что кипяток продезинфицировал ошпаренные шишки от плесней и бактерий. И еще, изначально было видно, что ошпаренные шишки имеют больше потенциала отправиться на дно, нежели чем просто промытые шишки. Далее мы измерим параметры воды во всех четырех емкостях и сразу у нас возникает проблема. Так как все тесты имеют цветовую индикацию воды в пробирке, нам будет сложно измерить воду с шишками, так как вода окрасилась в темно-коричневый цвет, который будет искажать наш результат. Но я постараюсь. PH, кислотная щелочность, снизился с 7,5 до 6 в емкостях с шишками и корой. В емкости с простой водой так и остался 7,5, из чего я делаю вывод, ольховые шишки и кора действительно снижают PH. GH, общая жесткость, снизился с 10 единиц до 8 во всех емкостях. Вывод, ольха никак не влияет на общую жесткость, но со временем она имеет свойство понижать сама по себе. KH, карбонатная жесткость, в емкости с ольховыми шишками и корой упала до 2 единиц, но это не удивительно, так как KH является буфером для кислотности и снижение кислотности тянет за собой карбонатную жесткость вниз. Отсюда и все эти средства для аквариума, такие как PH, KH-. Но удивительно то, что в емкости с обычной водой, где не менялся PH, уровень KH тоже упал до 5 единиц. Вывод, ольховые шишки и кора снижают карбонатную жесткость. NH3 и NH4, аммоний аммиак. В емкости с простой водой из крана, как не было соединение азота, так и не появилось. В емкости с ольховой корой концентрация ионов аммония и аммиака достигла 2 единиц, но не пугайтесь. Если переводить миллиграмма на литр с учетом PH в 6 единиц, то наша концентрация составит менее 0,005 мг на литр, что является абсолютно безопасно для рыб. Спасибо низкой кислотности за это. Но если при таком же количестве ионов 2 единицы наш уровень PH составлял бы 7,5, как изначально было в водопроводной воде, концентрация аммония и аммиака составляла бы 0,36 единиц и являлась достаточно опасной для рыб при длительном воздействии. Надеюсь было не сложно. Далее измеряем аммоний и аммиак в емкости с ольховыми шишками, которые просто промыты под водой. Как бы я не болтал и не крутил пробирку, никаких зеленых оттенков, то есть признаков присутствия ионов аммония и аммиака я не обнаружил. Есть несколько версий по этому поводу. Первая версия, самая оптимистичная. Вполне возможно, ольховые шишки обладают бактерицидными свойствами, которые препятствуют разложению белка на аммоний и аммиак. Тогда вопрос, откуда плесень на поверхности? Вторая версия, дубильные вещества, которые окрашивают воду в коричневый цвет, поглощают цветовой индикатор теста и мы не видим окрашивания воды в пробирке в зеленый цвет. Нитрата и нитрит я не измерял, думаю в этом нет смысла. Давайте сделаем вывод, ольховые шишки и кора действительно понижают PH воды, а также KH, так как карбонатная жесткость является буфером кислотности. Общую жесткость шишки и кора не снижают, и это факт. Кора в отличии от шишек не так сильно окрашивают воду в коричневый цвет, что плюсик в копилку коры. Но в воде с корой у нас появился аммоний и аммиак, хоть и в малых концентрациях, но все же это минус. Еще я могу предположить, что шишки обладают бактерицидными свойствами для воды, исходя из отсутствия аммония и аммиака в воде. И еще, шишки ольхи лучше ошпарить кипятком, тем самым мы дезинфицируем их и избавляем от плесени. И практически сразу топим их на дно. Да, еще они лучше отдают свои свойства воде, быстро окрашив воду, нежели чем шишки просто промытые под краном. В целом, я считаю, что шишки и кора оказывают положительный эффект на воду в аквариуме. К этому выводу я пришел исходя из своих тестов и авторитета аквариумных производителей, таких как серый денерли. Да, и на практике при покупке рыб и креветок продавцы часто кладут шишки в пакет с водой для лучшей транспортировки. Конечно, было много ошибок с моей стороны. Второй раз я бы сделал этот эксперимент по-другому. Не стал бы делать такую концентрацию шишек на объем воды, а ограничивался бы одной шишкой на 1 литр. Думаю, это было бы более объективно. И я бы не столкнулся с проблемой в измерении параметров воды тестами. Еще бы продезинфицировал шишки и кору разными способами, чтобы все-таки понять, откуда взялся аммоний и аммиак. Друзья, если вы хотите более точный эксперимент, напишите об этом в комментарии. Я сделаю это для вас. И еще маленький бонус. Я оставил две проверки с водой из-под коры и шишек на 5 дней, вместе с активированным углем. И вот результат. Уголь поглотил весь цвет коры и половину цвета шишек в воде. Это для тех, кого беспокоит прозрачность воды в аквариуме. Друзья, надеюсь было познавательно. Экспериментируйте, проверяйте все на практике. Подписывайтесь на меня, будет много интересного об аквариумах. А так, читайте мои статьи в Яндекс.Дзен или в группе ВКонтакте. Всем пока!